Сегодня одна моя знакомая, живущая также здесь в Шенчжене, в районе Наншань, пошла в больницу, потому что у нее спустя неделю болела голова, какая-то там мигрень, непонятно, в общем, какие-то ее личные проблемы. В общем, что случилось? Она пошла в больницу для того, чтобы провериться, чтобы, ну, на самом деле, даже не столько ради проверки, сколько ради того, чтобы получить таблетки, потому что она русская, и она, ну, и так, как многие наши женщины, и сама разбираются, что там случилось и что, и как нужно лечить. Вот, она пошла, получается, в больницу к врачу, чтобы получить рецепт на покупку, соответственно, этих вот таблеток, которые там ей нужно было. Так вот, знаете, что случилось? Она встала в очередь, и, в общем, когда та до нее дошла, в общем, ее очередь, ей сказали, что вам нужно пройти этот тест на коронавирус, потому что иначе мы вас просто даже принимать не будем, и вы иностранка, поэтому вам обязательно нужно это делать. Что за глупости? Во-первых, она здесь постоянно находится, во-вторых, у нее есть этот QR-код, вот этот код здоровья, который подтверждает, что она здоровая, и она здесь постоянно находится, ее история путешествий чиста, и у нее все замечательно. Вот, она везде проверки нужные проходит, и сканы нужные делают во всех местах. Короче, у нее статус, вот этот социальный рейтинг здесь сейчас, на данный момент, хороший. Тем не менее, ее заставили проходить этот тест, иначе ее просто так в больницу не принимают. Ну, смотрите, что он тут. Офигеть. Какой-то сумасшедший. Так вот, что случилось дальше? Она, да, естественно, пошла делать этот тест, потому что иначе не получить никак таблеток, в аптеке его не купишь, эти вот таблетки, потому что без рецепта никто ничего не отпускает. Да, и она, получается, прошла этот тест, заплатила 160 юаней, это 1600 рублей. Опа, расстегнулся у меня мопед-то. Так, ну ладно. Вот, получается, это, да, 1600 рублей, даже побольше-то где-то, примерно побольше, где-то курс 11 рублей, получается. Ну вот, и да, я лишь хотел вам добавить еще к этому, пожалуй, что? Про друга, которого вы слышали, черного моего друга из Ганы, которому докучали здесь полиция с врачами, приходили к нему на дом. Ему делали этот тест, обязали делать его тест, просто обязали, несмотря на то, что у него тоже чистая история и зеленый статус, этот здоровья. Так, сейчас я дорогу перейду, ребят. Вот, и ему делали два, аж два раза, потому что мы не вались, насколько же опасный, чернокожий. Вот, ему аж два раза делали, ему делали бесплатно. Да, в общем, непонятно, каким образом, но я так думаю, что это тоже оправдание государства перед африканцами, им делают бесплатно. Я думаю, по этой причине, потому что, ну, по предыдущему видео вы знаете, что делали здесь с африканцами в Китае и, в частности, в провинции Куандом. Кстати, мой друг, например, он канадец, и он провел вместе со своей китайской женой в провинции Фубей, кстати, где был этот, зародился вся эта ситуация с вирусом. И он провел там почти два месяца, уехал оттуда. Там, чтобы уехать оттуда, ему, естественно, там надо было тоже проходить этот тест на коронавирус, за что он платил 250 юаней, где-то 2600 рублей по текущему курсу. И, приехав сюда, здесь он тоже опять, его тоже обязали делать этот тест на коронавирус. И он его делал тоже так же за 160 юаней, то есть где-то 1660 рублей. 1760 рублей получается. Сколько там? Ну, короче, считайте, примерно 1700 рублей. Я, на самом деле, тоже думаю, я, во-первых, про африканцев, то с ними понятно, потому что их просто началась вот эта... У всех, у кого был африканский паспорт, независимо, ты черный или белый, а, как вы, может быть, знаете или не знаете, но в Южной Африке такая страна есть, на самом юге Африки, там очень много белых, и независимо от того, черный или ты белый, у тебя паспорт Африки, и всех заставляли, в общем, приходили домой, звонили, обзвонили, в общем, заставляли делать эти тесты на коронавирус. В то время как я русский и, например, какие-то другие американцы там, ну, спокойно мы живем, меня не докучали, но я тоже думаю, что это вопрос времени. Я так думаю, что... Ну, как бы я ожидаю, что придут, позвонят там и так далее. Ну, как бы надо быть предупрежден, значит, вооружен. Ну, я сейчас позанимался и вот пошел домой. Погода чудесная, надо загорать. Чудесная, чудесная. У нас вот около дома ввели уже полгода как обязательную сортировку мусора, как видите. И, несмотря на то, что система-то введена, но это никто не соблюдает. Все бросают все вместе, как бросали раньше. Ну, раньше вообще в домах стояли, а вот в нашем доме стояли контейнеры на каждом этаже, и в эти контейнеры все люди сбрасывали. Вот, и человек ходил по этажам и все это руками утаскивал. Ну, да, это было, конечно, неправильно. Я считаю, что это правильно. Вот на улицу выставили, и вот люди теперь сами ручками выносят и бросают. Теперь самое главное заставить еще народ это все дело сортировать, для того, чтобы это все благополучно утилизировалось. Вот эти, кстати, зеленые ящики, может быть, вы не представляете, что это такое. Это ящики доставки товаров. То есть то, что вы покупаете на Толба, в интернете оно приходит в эти ящики. Вам приходит код на смс-ку, в общем, смс-ку с кодом, и вы вводите и забираете ваш товар, и вот внутри они у нас тоже здесь стоят. Это все для нашего дома. Вот эти ящики и вон те. Вот так, вот так и живем, ребят. Да, ну, у нас и так и куча идеальной одежды. Ум, хорошо. Не дайте мне звонить. Я вам звоню. Место, ребята, тут зачетное, совершенно случайно обнаружили, здесь такой парк тематический, традиционный, и удивительно, но за три года жизни именно в Шэньчжэне я здесь ни разу не был, а здесь так классно, офигеть, смотрите как, такие простые вещи, китайские и традиционные, ну, если не учитывать, конечно, то, что они так орут, несмотря на то, что они так орут, красиво одеты, видите, какая красота, здорово, это очень необычно, я сюда еще вам обязательно приду, покажу в объективе коптера, как это смотрится наверху, потому что здесь есть очень интересное сооружение, вот это сейчас, к сожалению, не видно, оно вон там за кустами, очень красиво, смотрите, то есть много людей приходит, надеваясь в красивой одежде, фотографироваться, некоторые, конечно, из них очень страшные, но это тоже их шанс определенный попасть в кадр, за счет такой красивой одежды, да, здорово. Да, в общем, вы сами виноваты, не стали ездить, я еще его доеху. Мои друзья, я сам виноват. А снега с малиной, обязательно попробуйте. Вот так вот, смотрите, вот очень важно, когда есть. Хочу ее с молоком. То, что надо. Ребята, вы знаете, что такое пототест? Проведем пототест. А как его проводят? Можно подойти и лизнуть под носку. Пототест. Поставка. Ну, надо проверять на ней нутриенты, как человек питается, ест сладенькое, солененькое. А что, пототесту можно определить? Пототесту по ним. Пототест показывает, пьете ли вы достаточной воды. Если вы достаточной воды не пьете, все, пототест будет сразу же. А какой он будет? Ну, очевидно, я лично не проводил. Вот мы попробуем. Пототест. Пототест? Так ты же специалист по пототесту. Нет, по пототесту я только тот, кто разрабатывает теории, что работает на теоретической части, а практически к тебе. Пототест. Пототест имени такого-то. Почему нет? От имени Антонио? Предложи к нему. Пототест. Вот его я и видела. Я с вами спрашиваю. Он, как думаешь, хочет сделать пототест? Думаю, да. У него такие штаны плотные. Ему, скорее всего, пототест надо провести. А на улице жарко. Он только что бегал с китайским ребенком. Не таких вот штанищах, а я тоже чувствую, что у него пототест можно провести. Тебе тоже поди надо пототест? Давай сейчас подложим кому-нибудь. Пототест. А сколько будем брать? Поиграем в игру, лизни китайца. Лизни китайцы. У тебя ничего не будет, может быть. Хотя они подумают, может быть, мы хотим заразить коронавирусом. Может быть. Может быть. А мы скажем, когда будет нас дознаватель спрашивать, что вы вообще делали? Что вы делали в пальце? Хотели лизнуть китайцам? А мы скажем, потатест? Потатест? Они такие переводчики зовут. Он на китайском не будет так хорошо звучать. Русский потом раз, русский переводчик. Он переводит ему потатест. И все такие, такая тишина в офисе. Все такие, потатест? А-а-а, потатест! Так вы сразу и сказали. Я не понимаю, с кем можно было так плохо учить иностранный язык. Это ваше произношение? Вы до сих пор не говорите свободно. Кто я такой, чтобы так говорить? Пришло время. Скажи ему, кто тебя учил. Меня учил Тони. Тони Лауши. Запускали тарелочку здесь в парке. Пришло время поговорить. Китай, наконец-то, в поездах, в метро запретили разговаривать по громкому динамику на телефоне. Поясню. В любых местах в Китае, будь то общественный транспорт, будь то метро, всегда очень громко. В том числе, понятно, что двигается поезд, понятно, что и так шум довольно серьезный. Но, в том числе, из-за того, что люди постоянно говорят через громкоговоритель, главный динамик. Эй, Тонгурен. Хи. Ни хао. Хэлло. Хэлло. Вот, действительно, люди очень часто используют динамик, когда говорят, будь то по Вичату, будь то просто звонят кому-то. Они разговаривают через громкий динамик. И, естественно, они создают неудобства для всех окружающих, которые едут с этим человеком в вагоне. Но это, по правилу, не то, что один человек, а, по правилу, очень много таких. Они всегда так делают в Китае, да, в автобусе и метро. И это очень часто становится предметом обсуждения среди нас иностранцев, живущих здесь в Китае. Потому что, ну, это своего рода беспордонность, вы сами понимаете. Когда рядом с вами сидит либо на соседнем кресле, либо стоит рядом с вами, либо через одно место. А все равно это очень громко, даже если он там довольно удален от вас, всегда они еще очень громко разговаривают, кричат. Вот, и получается очень серьезный шум. И вот приятно то, что теперь в списке тех обязательных фраз, которые говорят в метро в качестве основных объявлений, как диктор говорит, на китайском, на кантонском и на английском. Теперь также есть еще обязательная фраза. Пожалуйста, не используйте громко говорить вашего телефона, когда вы кому-то звоните, по Вичат, там, ну и так далее. Вот, это очень приятно. И народ меняется. Это очень здорово. Как вы считаете? Да. Вот так. Здесь какое-то интересное, какое-то интересное. Доброе утро! Я здесь много дня, а в месяц? Да. В месяц? В месяц? В месяц? В месяц? В месяц? В месяц? Что такое? Что ты любишь? В Сузыка? В месяц, как ты любишь? У... я очень хорошо, очень хорошо, спасибо. Вы любите рыбу? Да, я любит рыбу. Вы любите мясо? Вы любите мясо? Вы любите мясо? Что такое жусь? Я люблю жусь и апплоджу. Жусь? Да. Вот и всё. Побежали, скорее играть в свои дальше игрушки, компания прибежала. А ещё хочу сказать, что в Китае люди часто говорят... Сейчас мы немножко меняем тему. Мы как-то хотели, тоже обсуждали эту тему, что в Китае люди часто говорят... Когда используют английский язык, они так... Они, получается, знаете, что делают? Они используют методы, способы управления своим китайским языком, говоря на английском. То есть, люди, например, говорят, типа... Ой, смотри! Или там... Посмотри! Люди говорят не кан-кан. То есть, на китайском кан-кан. То есть, кан, само слово смотреть. Так же, как на английском это look либо to see something. Да? Видеть что-либо. Look at something. Посмотреть на что-либо. Да? И вот так китайцы говорят не кан-кан. То есть, посмотри. И так же они на... Те, кто не имеет еще международного опыта, говорят... Разговоры, общения на английском языке, они говорят... Не look, look. Что, конечно же, неправильно, но... И ты сразу же понимаешь, что это ничего совершенно такого... Неправильного не имеет. Просто из-за того, что люди не имеют такого международного опыта. Ваши школы есть в чём-то? Нет. Одно? Так. Одно? 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 Одно. Допустим 2. Одно из-за 2. Одно из-за UK. Одно из-за США. Одно из-за daughter? Одно из-за с мальцом. Те же она, пожалуйста. Я надеюсь, она не нравится. Сейчас вы не candy, наверное. Да. Сейчас вы学 Nairobi в иди era. Что-то вы решили. Что-то ли вы достал学? азовок на моих гостях Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас уже одели маски, потому что... Ну, почти-почти оделим, потому что продвигаемся к месту, где мы обычно кладем овощи и фрукты. И в общем магазинах, как вы понимаете, до сих пор нужно одевать маски. Вот, а хотели сделать такое еще замечание в Китае. Люди... Нет, не люди. Не видно детей. Детей старше, пожалуй, где-то 8 лет. Может быть, 10. То есть в парках вы можете видеть детей гуляющих. А всех, кто старше, их не видно, потому что они все учатся. Ну, то есть всегда так было. Сейчас, даже на фоне вируса, и все учатся, когда все учатся в онлайн-уроках, все равно эта тенденция проявляется. Хотя раньше она была прям суперочевидна. Сейчас чуть меньше, потому что все-таки некоторые люди выходят, а родители, видимо, делают поблажки. Потому что в Китае, конечно же, люди, как только... Я это называю людей сразу же, и детей, и всех сразу же, в общем, люди. Дети, как только достигают примерно школьного возраста, то они сразу же просто с головой окунаются в учебу. Они учатся и учатся бесконечно. Конечно, наверное, стоит сказать, что если primary school, начальная школа, учатся где-то до 5 вечера весь день, то начиная со средней школы, это где-то с 11 лет, они учатся с вечерними. Ну, там зависит все от школы, но учатся до 9 вечера. Ну, нет, до 9, до полдевятого. Особенно старшие школы, конечно, они учатся вообще по полной. С 7.50, когда подготовка к урокам. Как-то я начинал все. Вот, и с 8.10, потом до 12, и с 12 до двух перерыв, и потом до 5, или до 5.30, и потом до 7 перерыв, полтора или два часа, и потом еще самостоятельное обучение, практика домашней работы, тоже под контролем учителя до половины девятого вечера. Ну, в общем, на улице действительно не видно детей, старшие примерно 10 лет, то есть получается как раз средняя и старшая школа. Их на улице нет вообще, потому что они постоянно учатся и заняты. Лишь дети, лишь детям позволено выходить, как там еще играть. И то, в основном, абсолютное большинство детей на улице, это дети очень маленькие, то есть дети, которые еще учатся в садике. Учатся здесь, это так называется. Вот, что же хотел сказать. Яблочек поем. Арбуз, конечно, химозный, жутко. Клубника вообще пластмассовая. Вообще там вообще вкуса нет, ни запаха нет. Вот, но арбузы все равно приятно поесть. Не химозная, приятно. Некоторые попадаются очень хорошие все равно. Поехали. Я понимаю, что там еще есть. Продолжение следует...